нынче строят очень много и город москва не исключение как вы догадываетесь все стараются придумать оригинальные названия для своих жилых комплексов и конечно же наш жека не миновал этой участи и называется жека story чтобы это значило пишите в комментариях если у кого-то есть какие либо версии лично у меня нет ну а собрались мы сегодня для того чтобы я разобрал квартиру однокомнатную в этом жилом комплексе кстати говоря статус у этого жилого комплекса story апартаменты а это значит мы можем делать практически все что захотим в жилом кодексе российской федерации никак не регламентируется где у нас должны находиться мокрые точки кухня ванна санузел и так далее поэтому это добавляет интереса и мы можем так сказать немножко похулиганить и поменять местами например спальню с ванной кухню с гостиной ну и так далее самое главное чтобы нам позволили это сделать несущие колонны стояки воды и канализации а также вент шахты ну что поехали смотреть что у меня получилось для начала расскажу вам для кого это квартира это квартира для одного человека внимание для одного а это значит принципы проектирования пространства совершенно иные нежели когда у нас есть семья когда есть семья то есть несколько человек это значит что так сказать а маленькая социальная группа которую нужно с комфортом разместить в каком-либо пространстве о чем я говорю я говорю о том что каждому члену семьи нужна своя комната маме папе спальня детям по своей отдельной комнате все ведь так стремятся сделать правильно для чего для того чтобы каждый получил свой уголок так сказать в этой отдельно взятой квартире это нужно для того чтобы получить некие места уединения чтобы мы чувствовали себя комфортно ну а когда речь идет о большой семье с детьми то обязательно мы должны сделать мастер спальню мы обязательно должны сделать большое общее пространство мы должны разделить ванной комнаты ну и так далее и так далее и так далее здесь один человек как я люблю делать квартиры для холостяков ребята кто бы только знал это же просто такие чудеса можно натворить в общем ребят квартира для одного человека это прекрасная женщина среднего возраста занимается своим делом то есть она в деле постоянно и много работает и почему-то у меня возник образ в голове миранды пресли правда тут я ее недавно в инстаграме аманда обозвал это знаете получается как adidas и абибас помните раньше китайцы делали чтобы так сказать бренд скопировать но вроде назвать не так как бренд вот были абибас и всякие ну да ладно поехали смотреть планировку вот она та самая квартира друзья вот так вот она выглядит когда мы смотрим план от застройщика поэтажный план мы видим одно огромное общее большое пространство и есть две комнатушки обозначены пунктирной линии это санузел и это ванная комната надо сказать что обычно в однокомнатных квартирах а тем более в студиях два санузла не делают а тут о чудо целых два но помните что статус у этого здания апартамента это значит мы все можем менять местами начиная с того что мы можем просто объединить санузел с ванной сделать ее большие заканчивая тем что можем вообще переместить в любое другое место этого пространства и закон нам этого не запрещает самое главное подумать над тем как же все это подключить к воде и к стояку канализации вот собственно говоря и все так или иначе мы имеем некое пространство которое приобрел в личное пользование наш персонаж то есть замечательная женщина для которой я придумал образ миранды прислей а здесь вы видите товарищи то что предлагает застройщик эту планировку прислала мне эта чудесная женщина и сказала в принципе меня здесь все устраивает единственное надо придумать куда поставить рабочий стол все-таки сейчас люди много работают дома мне нужен стол компьютер стул полки для какой-то литературы книги может быть принтер короче говоря рабочий кабинет мне нужен но не кабинета какой-то закуток чтобы там так сказать спрятаться всего бардака было не видно но он должен где-то быть здесь вот не нужен мне обеденный стол не нужен ну что и не собираю я большие говорит она тусовки какой-нибудь островочек с какой-нибудь барной стоечкой мне сойдет вот не нужен мне обеденный стол а рабочий нужен товарищи нужен вот такие пожелания ну а в принципе все в остальном меня устраивает есть ванна тут гардероб мечта жизни мечта жизни гардероб у человека товарищи и вот через гардероб и спальни проходим ванну вот отдельно стоящие ванны замечательно единственное что не хочу говорить тут стиральную машину а хочу стиральную машину в гостевом санузле вот он гостевой санузел вход в который кстати говоря через прихожую товарищи это не очень хорошо надо сказать потому что вся грязь будет разноситься вот пришел гость которых так сказать ожидается 12 человека и вот эти гости будут ходить в гостевой санузел через прихожую но это не очень удобно потому что все таки там какая-то грязь с обуви остается более того туда предполагается поставить стиральную машину что тоже не есть хорошо вот белье сначала грязно нанесем потом чистые все это через прихожую ну тоже как-то не очень история но тем не менее здесь она есть реализована и так вот такие вот исходные данные и мне надо было с этим что-то сделать прежде чем приступить к тому чтобы что-то сделать надо вообще опросить человека а что надо то собственно говоря его что надо прям зачитываю хотелки это очень важно потому что каждая квартира всегда индивидуально и должна учитывать потребности и хотелки того человека который будет здесь жить поехали первая большая кровать 2 на 2 метра ребята это огромная кровать и вообще надо подумать а нужна ли она такая в нашем случае нужно потому что рядом с хозяйкой на кровати любят спать 2 крючка им нужно где-то развалиться ну и собственно самой хозяйки тоже поэтому кровать 2 на 2 товарищи рядом должна быть гардеробная комната обязательно это потому что это мечта ребята ну согласитесь давайте напишем в комментариях мечта вашей жизни гардеробная комната или не мечта давайте признаемся честно каждый мечтает о гардеробной комнате чтобы развесить все свое хламье которое вы накопили за долгие годы своей жизни поехали дальше ванна отдельно стоящая для кайфа но как без этого сейчас весь инстаграм пестрит так сказать отдельно стоящими ваннами отдельно душевая чтобы было где помыться раковина с огромной столешницей видимо очень много баночек из кляночек который предполагается расставить на всей этой длинной поверхности короче говоря раковина и длинная поверхность вот такие вот требования совсем не хитро когда я посмотрел на план друзья мои я подумал боже куда здесь ставит отдельно стоящую ванну вы что аду а два на два кровать куда поставить вообще непонятно я думаю господи женщина ты что стопы стопы подожди слишком много ты хочешь надо как-то попроще кровать ванна отдельно стоящая это же в такое маленькое помещение она смотреться никогда не будет для отдельно стоящей ванной нужна большая комната они вот эти вот закуточки ну да ладно идем дальше это еще не все ребята кухня нужна кухня я говорит хочу готовить вот так вот раньше не готовила тут вдруг решила готовить то есть мне кухня должна нравиться и доставлять удовольствие когда я на ней готовлю что логично кстати говоря друзья здесь я ее полностью поддерживаю обеденный стол отдельно стоящий категорически не нужен хотя я всегда выступаю за отдельно стоящий стол а тут нет как будто на мои ролики смотрела и заранее сказала иван я все понимаю но отдельно стоящего стола мне не надо все убрать пожалуйста я живу одна ко мне приходит один но два человека посидим за барной стоечкой говорит она ну окей говорю я идем дальше диван угловой и опять она видимо смотрела мои видео и знает мою нелюбовь к угловым диваном в маленьких пространствах потому что это не сумасштабно а тут ей он вдруг понадобился ну понадобился понадобился ладно угловой диван далее нужен кабинет закуток чтобы было не очень заметно обязательно постирочная зона желательно постирочная комната понимаете да постирочная комната постирочная чтоб там все было корзина с грязным бельем химия там досочка для гладения для владельца господи гладильная доска вот выговорил наконец утюг ну и прочее все поняли в общем да ну и конечно нарядное удобное прихожие ну куда мы без этого кстати говоря застройщики если вы меня смотрите я прям к вам апеллирую прекратите делать прихожие маленького размера вот кому нужны эти кладовочки вот это вот коробка из-под холодильника извините меня вы даже в большие квартиры умудряетесь впихнуть вот такую прихожую ну извините меня конечно но это неудобно во первых а во вторых это некрасиво поэтому пожелание нарядное удобное прихожие и так хотелки перечислены а теперь смотрим что получилось и так вот он мой вариант который я предложил заказчику и сейчас я вам расскажу почему я сделал именно так а не как-то по-другому но начну свой рассказ вот с чего как вы обычно относитесь к планировке как вы привыкли делать планировку а я вам скажу вы считаете так но что там расставить мебель поставим диван поставим кресло поставим тумбу с телевизором то есть вы занимаетесь тем что на плоскости расставляете какие-то кубики квадратики и считаете это но абсолютно плевым занятием ну в общем то отчасти вы правы ничего сложного то нет собственно говоря в неком пространстве расположить некие кубики то есть мебель я подхожу по-другому я думаю о том как человек будет проживать в этом пространстве то есть я создаю некий сценарий поведения а вот сценарий поведения зависит от того как будет расставлена мебель и сейчас вы поймете о чем я говорю первое самое радикальное решение которое я здесь применил это кухня и остров кухонный который стоит поперек всего помещения заходим в квартиру и практически сразу же упираемся в кухонный остров вы мне скажете иван так никто не делает да отвечу я вам так никто не делает а я так делаю и объясняя почему сравним две картинки вариант номер один и вариант номер два обратите внимание где кухня в первом варианте она в таком неком закутки кстати частенько так делают дизайнеры частенько так делают проектировщики архитекторы тоже так делают кухню прячут в какой-то закуточек нет я конечно не против но только тогда когда нету какого-то другого адекватного нормального решения когда мы так делаем то что мы что мы делаем то мы собственно говоря хозяйку загоняем в некий угол я бы даже сказал кладовку посмотрите какого она размера вот она туда зашла и ощущает себя как будто ее наказали потому что она в какой-то темный угол зашла тут нету естественного света тут перед лицом стена то есть я стою лицом в стену и готовлю лицом в стену понимаете в чем дело то есть я зашел в кладовку и там внутри готовлю и со временем этот человек будет ощущать себя но как-то не очень радостно то есть и вся готовка вот это вот которая могла бы доставлять удовольствие превратиться в некую рутину поэтому я это назвал расположение мебели рутина другое дело когда мы стоим лицом гостям когда наша рабочая поверхность хорошо освещается солнечным светом когда вокруг мы ощущаем простор вот тогда готовка в удовольствие вот тогда готовка в кайф чувствуете разницу или вы стоите лицом в стену как наказанный либо вы стоите лицом в зал лицом гостям вы смотрите на всю свою красивую мебель вы смотрите в окна это вот вы сейчас просто представьте вы не смотрите на планировку закройте глаза и просто по ощущениям представьте вот вариант номер один вы стоите лицом в стену и готовите что то делать и перед вами стена и вот вариант номер 2 вы стоите лицом гостям вы общаетесь перед вами окна в эти окна какой-то вид да то есть есть какая-то мебелировка какие-то картины на стенах 50 представили первый вариант второе поняли да а теперь представьте что вы готовите каждый день сколько дней в году 365 вот представьте 365 дней вы стоите каждый вечер лицом в стену что с вами будет через год мне кажется в депрессию вы впадете или вы стоите лицом к окнам наслаждайтесь видом или общайтесь с гостями 365 дней год год прошел год в такой ситуации год в такой теперь представьте 5 лет прошло до на длинной дистанции представляем будет ли у вас отношение к готовке меняться да конечно будет вот вам один вариант вот второй вот именно поэтому я расположил кухонный гарнитур именно таким образом здесь есть остров за которым мы готовим слева раковина справа варочная поверхность она двойная небольшая но зачем больше когда один человек проживает но кто-то в гости будет приходить слева от всей этой истории высокие шкафы одна колонна в которой духовой шкаф микроволновка кофеварку можно встроить слева высокий шкаф пенал в который встроен холодильник да и все собственно говоря а что еще нужно обратите внимание кто-то скажет о это же совмещено с прихожей ничего подобного зона кухни заканчивается вот здесь и собственно нам зашагивать в прихожую уже не нужно а зачем а когда мы готовим то мы не видим что у нас за спиной а за спиной у нас прихожая прекрасно перед нами вся гостиная правда ведь но это ведь все по-другому но в прихожей у нас остается собственно достаточно вместительный шкаф на полтора метра у нас есть красивый комод над которой мы можем повесить красивое зеркало или красивую картину на комод мы можем поставить какую-то красивую композицию поставить вазочку в которую ключи можем складывать в комоде мы можем хранить шапочки шарфики сумочки какие-то духи и что-то еще согласитесь это удобно рядом пуф на который можно присесть одеть красивые туфельки красивые сапожки но и уже так сказать и выйти в свет вот такой вариант скорее всего был бы неприемлем если бы здесь проживала семья из нескольких человек почему да просто потому что когда кто-то готовит может случиться ситуация такая что сзади кто-то заходит а это не очень приятно когда ты готовишь а у тебя со спины кто-то там заходит но такое есть у нас некое чувство опасности безопасности вот когда что-то за спиной может произойти это доставляет некий дискомфорт в нашем случае такой вариант приемлем легко так можно сделать потому что сзади никто не зайдет ты один дома все закрыл дверь и все все ты у себя мой дом моя крепость поэтому вот такое решение следующий вопрос кухни почему такой угловой столик так сказать барная стоечка почему она не прямая а вот почему если мы делаем прямую стойку вот здесь как на этом варианте вариант номер два то мы вынуждены сесть редком представляете три человека сидят вот так рядом редком как за барной стойкой получается что крайне им общаться очень неудобно то есть через среднего и вообще они друг друга не видят но и получается что мы вот так вот сели такие знаете так как это в баре садятся незнакомые люди то есть и здесь такая же история получается поэтому мне кажется это не очень удобно удобнее поставить такую штуковина которая будет ну как бы часть стола видите здесь человек сбоку сидит опять сбоку и тогда мы уже можем общаться нормально друг с другом но есть еще и третий вариант который я тоже предлагаю рассмотреть можно сделать половинку круглого стола который приставляется к кухонному острову и что это нам дает во первых мы можем сделать его на уровне стола обеденный стол на расстоянии 75 сантиметров от пола а барная стойка на расстоянии метр метр десять даже иногда бывает метр двадцать от пола это значит что к барной стойке нужно приставлять барные стулья а к обыкновенному столу мы можем поставить обыкновенные стулья на них сидеть гораздо удобнее на них можно дольше сидеть и проводить гораздо больше времени просто поэкспериментируйте сможете ли вы каждый день сидеть на барных стульях за барной стойкой каждый день завтрак обед там ужин гости пришли все за барной стойкой все за барной стойкой я могу по опыту сказать что люди которые проводили над собой такие эксперименты говорили что это кайфово какое-то время а потом уже надоедает и неудобно поэтому я и предлагаю сделать обыкновенный стол вот здесь всего половинка такого стола всего два стула но когда пришли гости мы можем выдвинуть этот стол на середину поближе к дивану и поставить вокруг еще дополнительные стулья и с радостью принимать гостей вот такое вот решение гости ушли стол сложили обратно придвинули все белиссимо чем еще примечательна эта планировка в этой планировке удачно все разделилась на зоны есть зона прихожей есть зона кухни есть зона гостиной с диван с большим угловым и есть зона рабочая вот она рабочая зона а также есть зона для релакса вот про это я вам еще не рассказал одно из пожеланий клиента моей замечательной девушки было расположить где-то в гостиной большую как ее даже сказать я ее назвал кресло качалка а оказалось что это диван качель знаете такая которая подвешивается на веревках прям такое диван большой на котором можно вдвоем расположиться прикиньте да вот такой запрос я точно самом начале чуть с ума не сошел думаю господи куда это все расположить но ничего сейчас оказалось что можно расположить и так еще раз прихожая кухня гостиная кабинет и зона релакса с подвесным диваном качелью и все это в едином пространстве друзья видите как ловко все получилось расположить и так зона рабочая и зона релакса разделяется небольшим таким шкафом что ли это можно назвать внутри которого с одной стороны рабочий стол вот как на этом рисунке и с другой стороны это стеллаж на которой стоят книги какой-то декор фоторамки бокал там можно поставить с чаем например и когда сидишь на кресле качалки ты можешь попивать кофеек чаек или что-то либо еще и так получилось разделить четко прямо зона релакса и рабочую зону что удачно так рабочая зона получилась в таком уголочке и где бы мы ни находились в комнате мы никогда не увидим бардака на этом столе потому что есть боковая стенка за которой прячется весь этот бардак и например сидел работал 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 тут вдруг пришли гости можно ничего не убирать просто вышел из-за стола привет привет проходи давай садись поболтаем пообщаемся все мы не видим что там происходит на рабочем столе но это же просто чудесно но пространство воспринимается единым потому что этот шкаф со стеллажом и рабочим столом он невысокий он вот примерно на метр пятьдесят где-то вот такой высоты то есть мы стоим за шкаф мы видим но что снизу шкафа мы не видим сверху на шкаф я предполагаю что нужно поставить цветы вот какие-то горшочки какие-то цветы и большие маленькие у нас получится такой знаете баба баб снизу ствол а сверху крона здорово ведь правда то есть это такое еще отвлечение взгляда то есть мы не разглядываем шкаф как сам по себе а мы разглядываем растения которые на нем а с торца этого шкафа можно повесить картину или фотографию себя любимой так вот бамс и все и внимание точно отвлекается а что мы видим когда заходим в квартиру а мы видим зону релакса мы видим подвесное кресло которое можно повесить такое как вы знаете на даче мы обычно любим вешать с такими плетенками с какой-то подушкой посередине ты на него смотришь и думаешь ну точно все надо релаксировать то есть вызываем правильные ощущения и это круто это круто товарищи вот такая вот особенность тут есть еще одна фишка о которой я вам сейчас расскажу но для начала напомню что эта квартира для одного человека одному человеку не надо ни от кого прятаться но вот от слова совсем вот чё хочу то и ворочу куда хочу хожу в каком виде хочу хожу хочу одеты хочу раздеты как угодно поэтому чё стесняться то подумал я надо сделать стеклянную стену между гостиной и ванной что это нам дает во первых визуально мы увеличиваем пространство и используем ванну для этих целей то есть визуально мы расширили наше помещение понимаете взгляд то скользит туда дальше второе мы запустили длинной дневной свет в ванну прям вот солнышко туда может попадать но это же здорово утром вышел умываться и не надо тебе свет электрически включать все светится это же прекрасно это здорово вот стеклянная стена стена и дверь они стеклянные класс по моему вообще шикарно вот напишите в комментариях шикарное решение или не шикарное вообще я вам скажу что мы уже не раз такое применяли и вот пример интерьера например который уже реализовался который мы даже успели сфотографировать и напечатать в журнале вот кстати ссылочка на журнал можете перейти посмотреть это журнал салон кстати говоря лучшая за год ребята и там эта квартира это здорово но обращаю ваше внимание какие ощущения мы получаем еще раз я вас призываю подумать об ощущениях не думать о том что это стеклянная стена между ванной и гостиной ой а как я на горшке буду сидеть или как я разденусь в душевой вы подумайте про ощущения я прошел в душевую тут дневной свет я принимаю ванну светит солнышко ну вот вот вы про это подумайте а про то что вас кто-то видит так не надо думать нету в принципе никого шторки закрыл и никто не видит но пространство большое единое перетекание пространства вот эту вот историю я здесь реализовывал а еще конечно же я объединил санузел с ванной зачем их разделять подумал я ну вот сами подумайте когда вы живете в квартире когда вы по ней перемещаетесь чем-то пользуетесь вы же не можете одновременно находиться сразу в двух ванных комнатах правильно не можете поэтому лучше ее объединить в одну большую так ведь тем более в маленький по отдельности ничего не влазит то что хотела хозяйка этой квартиры а в одну большую ванную комнату все влезло прекрасно смотрите сами с торца помещения я располагаю огромный шкаф внутри которого будет хозблок где спрячется различный уборочный инвентарь пылесосы ведра швабры вообще все рядом стоит колонна и стиральной машины и сушильной машины и еще слева остается помещение небольшое точнее пространство в которое можно вообще все попрятать хотите чемодан хотите самокат хотите чего хотите туда можно много чего спрятать вот прям много всего и все это за фасадами шкафа который практически незаметно напротив двери зеркало вот рядом со шкафом и прямо напротив двери прямо зеркало и прямо в полный рост я знаю девушки это любят заходишь и вот прямо любуешься классно же во первых зеркало увеличивает пространство во вторых отражает свет и света становится еще больше а в третьих это просто нарядно нарядное зеркало в красивой раме это здорово а вот дальше расположилась все необходимое что нам нужно в ванной комнате это отдельно стоящая ванная это душевая и даже шторки вешать не надо и даже стеклянную перегородку ставить не надо пространство столько много что в принципе мы даже не сможем его как-то забрызгать от душа водой а соответственно я экономлю деньги на шторке а еще экономлю ваши ресурсы на уборке да получается что не надо мыть эту стеклянную перегородку все классно дальше у нас идет встроенный унитаз и большая столешница с раковиной как и просил мой дорогой клиент обратите внимание рядом с ванной стоит столик вот даже такие вещи я продумываю что надо же что-то поставить рядом с ванной но может полотенца на этот столик положить может быть какой-то гель для душа пены для ванны а может быть бокал с шампанским гораздо удобнее на столик поставить чем тянуться до пола есть еще такие мелочи например как полотенцесушитель с торца этой комнате то есть сразу под рукой душ принял вот тебе полотенце бери вытирайся тут же вешай пусть сушится например с торца тумбы можно сделать нишу и туда составить рулончики с туалетной бумагой это очень удобно они под рукой не надо стену сверлить чтобы повесить на стену эти рулончики а также их не видно когда заходим в ванну мы должны видеть вообще красоту а в чем красота красота в красивой раковине и в красивом зеркале над этой раковиной понимаете вот такие тонкости и нюансы и дают дизайн и дают впечатление от того пространства в котором вы находитесь вот так вот вот планировка уже задает и дает тот импульс дизайну чтобы дизайн получился правильно чтобы он был весь выверен понимаете то есть эта планировка это конечно же вот работа с пространством у нас осталась спальня она небольшая но зато она вместила в себя кровать 2 на 2 метра одну тумбочку а также кресло на котором можно посидеть куда можно бросить покрывало с кровати ну или еще какие-то вещи и спальне мы выходим и попадаем в гардероб здесь вы видите г-образный шкаф он гораздо вместительнее чем в варианте от застройщика то есть если сложить эти шкафы то вот у застройщика вот эти шкафы будут поменьше чем вот в этом моем варианте я согласен что угол в таком гардеробе не очень удобно использовать но в принципе туда можно располагать те вещи которыми мы пользуемся достаточно редко и достаем их не часто поэтому почему бы нет это место тоже можно использовать за дверью можно расположить крючочки какие-то где будет висеть какой-то халат или что-то еще не знаю там штаны домашние тоже достаточно удобно что это где-то с краю но в то же время под рукой помимо расстановки мебели зонирование пространства я подумал еще на тем как будет работать свет это очень важно вообще дневной свет это самое ценное что у нас может быть в интерьере понимаете в чем дело мы можем стены покрасить в любой цвет потом перекрасить обои наклеить содрать обои декоративную штукатурку мы можем плитку переложить можем диван другой купить а вот то чего мы не можем мы не можем добавить дневного света вот его сколько есть столько и есть поэтому нужно особое внимание уделять солнечному свету свету из окна как он будет работать в вашем пространстве и здесь я об этом подумал то есть во первых в спальне солнечный свет работает сквозь спальню в гардеробную а если еще и пофантазировать то можно над шкафом оставить некое пространство вставить туда стекло и свет будет попадать еще в ванну над потолком узкое стекло и туда свет тоже может проникать и это очень здорово потому что я повторяю в ванной дневной свет это совершенно другие ощущения нежели от электрической лампочки дальше это стеклянная дверь это тоже работа со светом то есть свет проникает в ванную комнату следующее это тот свет который мы видим из прихожей мы только зашли в квартиру а сразу же уже видим окна и свет из этих окон это очень важно это называется работа с светом ну и в завершении я подумал о том как мы будем разглядывать эту квартиру это называется управление взглядом то есть нужно продумать где у вас будут фокусные точки где у вас будут композиционные узлы и так далее и прочее и тому подобное сейчас вкратце расскажу как я это себе представляю заходим в квартиру и видим комод с какой-то красотой сверху над ним то есть мы начинаем разглядывать и оценивать квартиру именно с того момента как только попали в эту самую квартиру и если мы видим какую-то красоту то есть мы уже понимаем что здесь красиво здесь нарядно здесь как-то весело как как-то свободно вот сравните теперь это с прихожей ну допустим в хрущевке ну просто все представляют что такое хрущевка вот мы туда зашли в прихожую и что мы видим мы видим одежду которая там на крючке навешано вот сравните да то есть вот одежда которая висит на крючках или вот какая-то красота комод картина вот совершенно разные до впечатления и совершенно разный настрой когда мы попадаем в эту самую квартиру вот задайте себе вопрос а как бы вы хотели вот это первая фокусная точка идем дальше и видим целый большой композиционный узел который состоит из диванной группы собственно диван это какой-то комод с телевизором там возможно над телевизором какой-то декор будет за диваном на торце шкафа какая-то картина висит все вместе это формирует композиционный узел а в отдельности это фокусные точки дальше разворачиваемся и видим какую-то картину которая висит на стене вот таким образом расставляя вот эти вот акценты мы управляем взглядом можно по-другому управлять взглядом можно совершенно в другие места его направлять и таким образом выстраивать некий сценарий с помощью этого можно раскрывать знаете вот историю этой квартиры таким образом делая дизайн интересней богаче насыщенней везде в квартире есть так называемые фокусные точки и тот сценарий который я запроектировал он здесь присутствует подумайте над этим и ваш интерьер станет гораздо интереснее гораздо богаче а не просто каким-то там ремонтом с хорошо наклеенной плиткой хотя плитку конечно тоже хорошо надо клеить но гораздо будет интереснее когда вы подумаете над тем что я вам сказал но на этом все друзья пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу может быть у вас есть какие-то свои варианты может быть вы делали планировку в такой же подобной квартире присылайте ваш вариант мы его тоже посмотрим это будет безумно интересно но на этом все ставьте лайк жмите на колокольчик подписывайтесь на канал и я буду дальше для вас разбирать планировки всем пока да прибудет с вами муза